Добрый день любителям игры Роял Револт 2. Сегодня на канале Бестудия с вами Хелпер. И я вам хочу рассказать какую роль играет в игре Черная магия. Посмотрим сначала на мои вещи, или как любят говорить многие. Шмот. Вид довольно экстравагантный. Особенно косынка, но главное характеристики. Я выбирал, так что вот у меня плащ Черной магией. Но самое главное два предмета, которые можно получить только в профессиональной лиге, профлига, за особые кристаллы. А кристаллы зарабатываются либо там в боях довольно сложных, либо в праздничных квестах или в квестах, фестивалях, так называемых, между битвами. Особенно после битвы на больших полях. У меня есть два таких предмета, которые я купил за кристаллы. Вот вирус Хоркоса. Который также имеет еще усиление заклинания Черная магия. Ну и вот это самое интересное. Удары оружием заражают врага. Что это значит? Это значит, что с вероятностью почти 18% в бою мой герой может превратить любого врага, врага, с которым он на данный момент берется, в своего игрока. То есть переманить, другими словами, на свою сторону. И при таком ручном превращении, вы увидите, враг становится зеленого цвета. Ну и недавно на фестивале, по-моему, где-то в районе Хэллоуина, был как премия вот этот вот серп. Вернее, получается, что их два серпа. То есть у меня теперь два предмета. Оба они находятся в оружии, которые превращают врагов в своих союзников. Там 17, 18, тут почти 16. То есть у меня уже почти 35% шанс это достаточно высокий. Ну и можно это качество усиливать. Хотя всего на 0,1% оно можно. Кроме того, здесь еще есть замедление. С небольшим шансом 4,5%. Но есть, иногда оно срабатывает. И, конечно же, само заклинание. Ну, это вещи не связанные, хотя делают одно и то же. Вот это заклинание. Чёрная магия высасывает души врагов и призывает биться на твоей стороне. Всё понятно, коротко, красиво и ясно. Прокачивать его уже стало дорого. 500 жемчужин. Да и по качеству, по характеристикам восстановления. Ну, видите, чтобы даже на 10 минут сократить время, на 10% вернее, то нужно 10 раз прокачать. Вот 500 жемчужин. А дальнейшем может быть и больше. Единственное, что вот эта новая опция с заклинаниями можно, видимо, 3% сократить. Время восстановления. Прокачивал я здесь в основном. Ну, вот немножко дальность прокачал. И в основном бонус к урону, которая вначале была вообще равна нулю. То есть, кроме того, что это заклинание превращает врагов в союзников. Или заколдовывает, переколдовывает, как угодно, как понятней. Еще и наносит урон в радиусе своего действия. Ну, вот и давайте попробуем, как это работает. Работает это очень даже красиво. Я уже было, как в любой игре, хотел забросить. Но тут появились все эти предметы, и стало играть интереснее. И интереснее, и легче, потому что, как вы знаете, без определенного уровня игры нужны уже реальные деньги, донаты, как вы любите говорить. Без реальных денег прокачиваться сложно или долго. Ну, кстати, Реал Револт, эта игра достаточно демократичная в этом плане. И тут можно развиваться и без реальных денег. Хотя, вот видите, постоянно приходят предложения, скидки на кристаллы, на одежду, комплекты. Тем не менее, любая игра приедается. Если не играешь год-два, хочется чего-то нового. Ну вот, обнаружил такие вот перчатки, такие серпы. И это свойство превращения. Мне стало интереснее. Стало интереснее играть. Я пока еще играю. Нет, ну, не пока. Я захожу каждый день. И давайте проверим. Сначала вот тут у нас очередной квест с Ниндзя. Один бой здесь проведем. Дело в том, что у меня мало кубков, и поэтому у меня слабые тут враги. И тут это не показательно. Разве что само заклинание здесь работает. А так, враги слабые и умирают от одного удара, поэтому не получается их переколдовать. Ну, потом мы перейдем в какой-то реальный бой. Один бой здесь посмотрим. За Ниндзя. Заклинание работает, как и остальные. Вот, удар молота, замораживание и черная магия. Превращенный враг. Там вот полупрозрачный, такой, чтобы не левать. Ну, я здесь вот далеко. Здесь вот такой вот большой, понимаемый. Ну, вот, хайвер. Я не успел. Вот, видите, его мои стрелки лучники. Это чуть-чуть, наверное, четко до того, как он подошел. В радиоактивное финансы. Так, вот он просто, нужно обязательно уничтожать все башни. Так, и нужно аккуратно уйти, чтобы ничего не случилось. Поэтому я все время сзади допускаю лучников, которые подчищают нам, возможно, посвященный объект. Ну, вот идет торт. Смотрим, я подойду к нему. Вот, нажимаю на магию. Что ж такое? Не на то нажал. Успеем мы в этой игре. У меня есть вот такая опция, как пасхальные яйца. Видите, это очень удобно оценивать. А они не работают. А ну. Ну вот, наконец-то получилось. И вот, видите, этот торт стал полупрозрачным и стал биться на меня. Вот он. Три короны, значит, что мы все уничтожили. Три сантука из шести. Ну, два. Это редкая удача. Редкая удача угадать. Все три сантука. Так. И мы с вами перейдем сейчас. Бои с другими игроками. Где посерьезнее. Вот это здесь. Где посерьезнее. Бои 17, крупка 3. Сейчас я посмотрю, какой это уровень. 98. Это для меня многовато. Нового врага. 86. Ну, хорошо. Пусть будет. Это где-то равный. Тем более, у него нету дикого зверя. Не будет он нам мешать. Итак, смотрите внимательно. Мафия. И вот эти ребята. Синие места только прозрачные. Идут они уже в моих рядах. В удачном раскладе. В конце боя. Много целой армии. Появили пищу. Короче, все меня все это. Которые восстанавливают. Мое здоровье. Например. Смотрим Ого Добавим еще Чисто Отрывается Довижу Моя пойти А лучники пока работают за меня Они хороши Так Используем заклинание Вот Виде Зелененький Появился Человечек Это тот Которого я Переколдовал Смотрим Руки Становится Зеленым Попробуем 35% И У У Зеленые У У У У Да, ну, защита довольно сильная, так, ну, прокаченные. Остались 19 секунд, что-то недостаточно, но я так практически никого не переказывал. И мы не успели, ай-яй-яй-яй-яй, ну, придется еще один бой. Ну, зачет 71%, нашли спрятанное сокровище. Еще один бой попробуем. Что-то работали, ежедневный квест. Спрятанное сокровище, все жемчужин. Ну что ж, нужно попробовать еще раз. Зверевший зайка, уровень 98, это много. 10 кукол, 34, 90. Ну, в общем-то, чем выше уровень, тем... тем сильнее защитники, но тем интереснее их переколдовывать. тем сильнее. Вот, для начала Дикинг очень сильный. Ставил его вручную. Вот, я его переколдывал. Видите, он стал зеленым, а это значит, что он теперь играет на моей стороне. Этого переколдуем. Вот, зеленый. Бывший враг. Теперь друг. Ух. Ничего не стало. Зеленый. Сейчас потом его переколдовывают. Теперь викинг. Монах. И вот, значит, видите, как ловко. Заколдовали викинга. Вот, викинг, в общем, еще один. И вот он тоже стал зеленым. И мы победили. Трех викингов переколдовали. Ну, еще и по мелочи. Сейчас оказалось только в одном сундуке. Ну, вот, на этом я заканчиваю. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поняли, что такое черная магия. И насколько она эффективна в бою. Если у вас будут вопросы, я постараюсь на них ответить. Звучит следую для охваты. Продолжение следует...